приветствую вас в третьей завершающей части по вязанию крестильных пинеточек седьмой ряд высоты пинеточки это у нас просто столбики с накидом поэтому сделав соединительный столбик над первым пешным столбиком делаем 2 воздушные петли подъема накид и под каждый столбик и под каждую воздушную петельку мы будем делать столбик с накидом поэтому 1 у нас идет над пышным столбиком 2 воздушные петли это первый столбик далее над воздушной петлей это второй столбик с накидом над пышным столбиком третий столбик над воздушной петлей четвертый столбик и так далее то есть мы над каждой петелькой и над каждым столбиком выравниваем просто вяжем столбики с накидом дойдя до убавлений и столбиков предыдущего ряда мы просто над каждой петелька вяжем один столбик c1 накидом то есть вот так вот как бы выравниваем этот ряд полностью все те убавления все эти столбики пышные которые были в предыдущем ряду самое главное не убирайте количество столбиков и петель это то количество петель столбиков которое было в предыдущем ряду включая убавления и воздушные петли между пышными столбиками все эти столбики должны получиться в этом ряду без изменения без прибавления и желательно просчитайте в этом ряду количество столбиков с накидом которые делаете то есть у вас на первой пометочке на второй должно быть одинаковое количество столбиков с накидом провязанных по окружности последний столбик нам нужно довязать под воздушную петельку в конце предыдущего ряда затем делаем во вторую петельку соединительный столбик если пересчитать количество моих столбиков по окружности у меня вместилось 36 столбиков с накидом то есть посмотрите у нас как бы выравнивается все то что мы делали в предыдущих рядочках комбинированных рядочках там где делали убавление пышные столбики и вот так вот все должно выравняться аналогичным образом делаем и на 2 пинеточки далее следующий ряд нам нужно наши 36 столбиков поделить таким образом чтобы получилось 15 арочек а я честно говоря уже предварительно немножечко посидела подумала как же я могу разместить и к чему я пришла каким выводом если я сейчас исходя из количество столбиков буду чередовать присоединение через два столбика в третий затем через один через один и вот так я буду чередовать 211 211 по всему ряду и тогда у меня получится количество арочек соответствует 15 штук смотрите сейчас мы начинаем с петли подъема и петлю основания присоединения вот здесь вот соединительного столбика нам нужно сделать первый столбик без накида это как бы первое идет присоединение над первым столбиком далее делаю 2 воздушные петельки и присоединяю столбиком без накида в третью петлю далее снова делаю 2 воздушные петельки и делаю присоединение через одну петлю столбиком без накида 2 воздушные петли и снова через одну петлю далее 2 воздушные петли я всегда буду делать 2 воздушные петли но чередовать то в третью петельку делать столбик без накида то два раза во вторую петельку 1 2 подъем и во вторую петельку 1 1 2 подъем во вторую петельку 2 1 и так 3 2 2 я буду делать до конца вот так в третью петельку присоединились затем две петли подъема во вторую петельку присоединились две петли подъема во вторую второй раз и повторяем две петли подъема третью две петли подъема во вторую две петли подъема во вторую второй раз и снова 3 2 2 и И так мы дойдем до конца этого ряда. Последние две воздушные петли ряда я присоединяю вот здесь, где у меня первый столбик без накида. То есть вот сюда под петлю подъема. И тем самым у меня получается 15 арочек. Арочки это вот такие вот две воздушные петли между столбиками. Их практически не видно, так как мы делали всего лишь две петли подъема. Но я специально таким образом сделала. Можно было бы заменить этот ряд столбиками без накида. Но тогда у нас получилось бы слишком здесь плотно. И ножка ребенка, скажем так, одевалась бы тяжеловато. Вот я как бы ряд столбиков без накида заменила на арочки. Тем самым как бы сделала более свободный проход ножки. Далее нам нужно перейти под первые две воздушные петли. Для этого я делаю первую петлю. Первая вот здесь вот воздушные петельки, где у нас первую петлю делаю соединительный столбик. То есть как бы переход под вот эту первую арочку. Либо же сразу можете без соединительного столбика, можете сразу же сюда сделать столбик без накида. То есть вот как вы остановились соединительным столбиком в конце ряда, сразу же под две воздушные петли делаем столбик без накида. Далее 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И под следующую арочку из 2 воздушных петель присоединяемся столбиком без накида. 1, 2, 3. Присоединяемся столбиком без накида под следующую арочку. 1, 2, 3. Воздушные петли. И присоединяемся под следующую арочку. Теперь смотрите, у нас арочки состоят из трех воздушных петель и присоединяемся в шахматном порядке под каждую арочку столбиком без накида. То есть теперь уже наши арочки из трех воздушных петель более видно. И по отношению к предыдущему ряду больше, скажем так, красиво в шахматном порядке ложится арочки этого ряда. 1, 2, 3 и присоединяемся. 1, 2, 3 присоединяемся. Вот так до конца этого ряда. В конце ряда нам нужно завершить ряд тремя воздушными петлями подъема и присоединиться под столбик без накида, который мы сделали под первую арочку. То есть вот как бы соединительный столбик под столбик без накида. Вот сюда. Далее нам нужно снова перейти под арочку, поэтому я сделаю все-таки соединительный столбик под первую воздушную петлю. Далее петлю воздушную подъема и сюда же под первую арочку, куда сделала переход, сделала столбик без накида. Далее количество воздушных петелек из следующего, скажем, по ходу вывязывания веерочком мы добавляем по одной воздушной петле. То есть изначально у нас было 2 воздушные петли подъема, затем 3, а сейчас будет 4. 1, 2, 3, 4 и точно так же присоединяемся под ближайшую арочку столбиком без накида. Снова 4 воздушные петли и присоединяемся столбиком без накида. То есть у нас получается 3 ряда вот такой вот сеточки. И этот ряд довязываем до конца. 4 воздушные петли и столбиком без накида присоединяемся под последующую каждую арочку. Заканчиваем этот ряд 4 воздушными петлями и соединительным столбиком вот сюда под первый столбик без накида этого ряда. То есть нам точно так же нужно доделать эту 15-ю арочку из 4 воздушных петелек. Далее смотрите, перед тем как приступать к вывязыванию следующего ряда, мы поворачиваем пинеточку передом и смотрим, что у нас находится спереди. По чередованию арочек у нас спереди должна находиться либо одна арочка четко по центру, либо две. У меня, как вы видите, скорее всего подходит две, потому что если по соотношению к подошве, вот они у меня две арочки. Значит, эти две арочки у нас будут как бы переход от веерочка к веерочку. То есть переход это 4 воздушные петельки арочка, столбик без накида и присоединение столбика без накида с другой стороны. Затем идет веерочек, затем присоединение и присоединение. То есть у нас сейчас получается по чередованию начало и конец ряда это веерок. Почему я так посчитала? Смотрите, у нас состоит рапорт узора из веерочка и двух арочек. Это арочки присоединения. То есть каждая третья арочка это веерок. Вот, значит, мы попали на присоединение между рядьем. То есть, соответственно, нам нужно перейти на центр ближайшей арочки соединительным столбиком. Возможно, если посчитать, то у вас, если, к примеру, здесь будет по центру одна арочка, соответственно, у вас здесь будет веерочек. Значит, вот эти две последующие арочки это присоединение, затем веерочек. Если у вас так, то тогда вы будете начинать ряд не с соединительных столбиков, как я, а сразу же вывязывать веерок. Для начала посмотрите, как я буду вязать этот ряд для того, чтобы посчитать правильно и увидеть, как вяжется в целом картина, скажем так, этого ряда. А затем уже вы сами самостоятельно сможете просчитать для того, чтобы правильно вывязать. Итак, у меня по расчетам, по моим сейчас должен быть веерочек в следующую арочку. Соответственно, здесь я делаю столбик без накида, поднимаюсь на одну воздушную петлю и делаю столбик без накида. Затем делаю накид и перехожу сразу же под арочку, вывязываю 9 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Если вы начинаете с веерочка по чередованию вас по центру веер, то вы сразу же под эту арочку первую вывязываете веерочек, то есть подвигаете на одну арочку назад и начинаете с 9 веерочков в ближайшую самую первую арочку рядом. Я сдвинула немножечко. После 9 столбиков с накидом под арочку, веерок мы присоединяем столбиком без накида под следующую арочку столбиком без накида. Вот так. То есть начинали со столбика без накида и заканчиваем столбиком без накида. Далее мы делаем 4 воздушные петли и присоединяемся столбиком без накида под следующую арочку. О чем я вам говорила, переход с веерочка на веерочек будет вот таким вот переходом сеточки, как в предыдущем ряду. Далее снова делаем накид и под следующую арочку вяжем 9 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И присоединяемся столбиком без накида под следующую арочку. Почему я вам говорила, что число должно делиться вот этих арочек в первоначальном ряду, там где мы делали по 2 воздушные петельки, должно равняться 15. Для того, чтобы вместилось просто 5 полных рапортов вот таких веерочков. Веерочек, переход. Веерочек, теперь делаем переход. Присоединились столбиком без накида, затем 4 воздушные петли и делаем столбик без накида под следующую арочку. Сделали переход и под следующую арочку делаем веерок из 9 столбиков с накидом. Первый столбик, второй, третий, далее четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой и девятый. Далее присоединяемся столбиком без накида под следующую арочку и делаем переход. Поднимаемся на 4 воздушные петли и делаем столбик без накида под следующую арочку. Затем переходим снова на веерочек и вяжем 9 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Далее присоединяемся столбиком без накида под следующую арочку, делаем переход из 4 воздушных петель и делаем столбик без накида под следующую арочку. Затем довязываем веерочек и я вам покажу как завершить этот ряд. Сделали веерочек, присоединяемся столбиком без накида, затем поднимаемся на 4 воздушные петли и соединительный столбик под вот этот столбик без накида в начале ряда, где мы делали переход. Еще раз повторяюсь, если у вас одна арочка по центру и у вас здесь тогда делается смещение в один веерочек, веерок будет здесь, здесь присоединение вот этого перехода, то есть как бы подвинете просто на одну арочку и в целом у вас получится вот таких 5 рапортов по кругу. Вот такой вот цветочек, он получится у вас либо по соотношению к мыску 2 вот таких цветочков веерочка, если же у вас смещение, тогда вот так получится 1. Вот у меня получилось 2, соответственно на втором я должна сделать то же самое. Если хотите, можете в этом ряду, 4 ряда назад, если отсчитать, там где мы делали 2 воздушные петли и столбик без накида, можете подвинуть каким-то образом, чтобы у вас было здесь, скажем, 1 веерочек по центру, а не 2. У меня так, я уже переделывать ничего не буду, мне это нравится. Вот в этот ряд, где у нас столбики с накидом, вот он, единственный ряд выравнивания между пышными столбиками рядом, комбинированным с убавлениями и между веерочками, у нас вот он ряд столбиков. В этот ряд мы проденем ленточку, это ряд там, где у нас будет делаться завязочка. Все, вот эту ниточку мы отрезаем, прячем хвостик и не забываем сделать вторую пинеточку. Вторую пинеточку я немножечко напомнила, для того, чтобы показать вам, что получается в итоге. Немножечко взялась у меня волной подошва, абсолютно ничего страшного. Я все равно буду подкрахмаливать пинеточки. Я где-то на 1 литр беру неполную столовую ложку крахмала, можно даже меньше, то есть пол столовой ложки, для того, чтобы привести в порядок пинеточки и они тогда смотрелись более красиво, аккуратно. При этом они остаются мягкие и будет удобно одевать на ножку. Но при этом они будут держать форму и будут выглядеть гораздо аккуратнее. Итак, сейчас прячем ниточку при готовых пинеточках, уже вставляем ленточку. И я вам покажу, как сделать самый обычный, но красивый цветочек на эти пинеточки, чтобы украсить. Когда подошло дело до украшения, я поняла, что я за кое-что забыла. Это, конечно же, обвязка. Благодаря обвязке пинеточка выглядит более аккуратнее. Выравнивается сразу, если вы обратите внимание, подошва, как она выглядит до обработки и после. Вот, в принципе, мне кажется, что с вот таким краешком гораздо аккуратнее и красивее выглядит пинеточка. Итак, после того, как отрезали ниточку, берем, делаем рабочую нить. И я вам скажу самых основных два способа обвязки. Первый, это, конечно же, стандартный классический рачий шаг. И второй вариант, который я вам предложу, которым пользуюсь сама. Присоединяем ниточку, мы максимально, скажем, по центру пинеточки, пяточки. Вот, и вытаскиваем рабочую нить. Далее делаем три воздушные петли. И в следующую петельку присоединяемся столбиком без накида за обе стеночки вот такой косички, которая у нас была при наборе высоты пинеточки. Далее снова три воздушные петли и столбик без накида в следующую петельку за обе стеночки косички. Три воздушные петли, столбик без накида в следующую петельку. И вот таким вот образом, если обвязать полностью по всей подошве, то получается, как на мой взгляд, достаточно аккуратный, красивый краешек и более устойчивая метка. Вот, в принципе, после тепловой обработки будет более красивый край, более аккуратный. И пока это только лишь всего три воздушные петли, которые ложатся не так-то и ровно. Тем более, что я взяла такой большой крючок по размерам, как я его называю, ленивый, потому что на самом деле с ним вяжется достаточно быстрее, чем, допустим, с полутора миллиметровым крючком. Вот, и вот так вот обвязываем полностью-полностью по всей подошве. Вот она наша косичка за обе стеночки косички. И до тех пор, пока не дойдем до места начала обвязывания. Затем делаем петлю, из которой у нас, скажем, выходит рабочая нить. Вот, мы делаем последний столбик без накида и прячем ниточку, чтобы получился аккуратный и красивый краешек. Ниточку я прячу в ряд столбиков. Вот, и все. В принципе, вот что касаемо ряда обвязки. Прежде всего, приготовьте ленточку атласную и вденьте ниточку в иголочку цвета того, который у вас, и ниточки. Ну, то есть, или приближенный максимально, к примеру, у меня это небесно-голубой, у меня это белая ниточка. Далее, нам нужно отрезать таких два кусочка по где-то 60-65 сантиметров для того, чтобы потом вденьте ниточку и сделать завязочки. Затем откладывайте их в сторону, приполите краешки для того, чтобы не распустилась ваша лента. И далее нам нужно нарезать вот такие кусочки по 6 сантиметров, 6 штучек полосочек таких вот и 6 полосочек по 5 сантиметров ленточки. Далее отпаливаем краешки, скажем, хвостики ленточки с одной и с другой стороны для того, чтобы они не распустились. И нам понадобится два центра, либо же это может быть какие-то приклеивающиеся, пришивающиеся украшения, либо это может быть по три обычные бусинки, где-то около 2-3-5 миллиметров, в зависимости от того, насколько вы хотите, чтобы они, ну, скажем, смотрелись на ваш вкус. В общем, я буду использовать три вот такие вот бусинки, самые обычные перлочки. И все. В принципе, сейчас нам, после того, как мы подпалим краешки, нужно будет загнуть каждую полосочку по центру и немножечко ее придавить. Для того, чтобы у нас получился вот такой вот остренький краешек. Сначала мы придавливаем те полосочки, которые побольше размером, затем те, что поменьше размером. И самое главное, нам нужно получить вот такие острые уголочки, а затем мы начнем собирать цветочки. Берем иголочку, теперь согнутую пополам ленточку мы расставляем атласной стороной наверх и вот так вот накладываем одну на другую стороны ленты. Далее мы прошиваем, как бы нанизываем немножечко, вот так вот, чтобы оно держалось. И далее то же самое делаем со следующим. Вот так вот расправляем и накладываем максимально ближе друг к другу хвостики. Затем нам нужно, смотрите, ниточка, чтобы оказалась сверху, которую мы прошиваем. И мы то же самое прошиваем и следующим. Вот так вот вверх-вниз и возвращаем ниточку наверх. То есть подтягиваем и у нас получаются вот такие вот два уже лепесточка. То же самое мы делаем и третий раз. Продеваем ниточку вверх-вниз и возвращаем наверх. Постепенно можете их расправлять красивенько. Нам нужно, чтобы получился вот такой вот красивый трехлистничек. И затем, после того, как вы прошили, можете еще закрепить пару раз между собой этот трехлистничек. Обратите внимание, из лепесточков большего размера. Это у нас будет нижняя сторона цветочка. Мы прошили буквально несколько раз. Нанизайте и можете ниточку смело отрезать. Она вам не нужна. То же самое делаем мы еще с лепесточками, которые остались вот этими тремя. И по три мы нанизываем точно так же лепестки меньшего размера. У нас должны получиться два вот таких трехлистничка большего размера. Там, где у нас больше сантиметров было. И два, которые поменьше. Собрали трехлистнички. И теперь берем меньшего размера трехлистничек. Ложим на большой. И вот так вот как бы в шахматном порядке. То есть, чтобы нижние лепестки у вас были между верхними лепестками. И теперь снова вот так вот при немножечко нанизываем нижние лепестки на верхние. Чтобы получился красивый цветочек. Точно так же делаем абсолютно и второй цветочек. Если у вас есть какие-то, скажем, свои желания, которые вы хотите воплотить именно в украшении и пиметочке. Пожалуйста, делайте. Возможно, вы хотите какую-нибудь ленту вставить не в цвет цвета. К примеру, какую-то рюшитую. Возможно, цвета какие-то хотите другие. Но после того, как мы собрали вот такой вот цветочек, мы теперь его должны украсить, центр сделать. У меня центр есть вот такой. Но он, как по мне, смотрится грубо на этом маленьком миленьком цветочке. Мне хочется три бусинки. И визуально, если мы возьмем пиметочку, приложим вот так вот этот цветочек готовый. И, ну, к примеру, предположим, что это не булавки швейные, а бусины. То есть я вот так вот, три по центру бусины, они у меня немножечко большего размера будут, чем на булавочках. Вот так вот украшу серединку. Можно сделать цветочек меньшего размера. Можно сделать закругленными краями. То есть для того, чтобы были закруглены, вы просто не подтягиваете пальчиками, как я вам показывала, по центру не сгибаете. Вот так вот. Но я хочу вот такие, именно как, я бы сказала, звездочкообразные. Если хотите попышнее бантик, то, соответственно, делайте больше ярусов. К примеру, если сделаете три яруса, каждый все меньше и меньшего размера, тогда получится более пышнее. Либо же, вот если вы посмотрите два цветочка вместе, получается очень пышно. Хотите, можете сделать три-четыре яруса. Вот, мне этого достаточно. Я после того, как пришью вот эти цветочки, введу ленточку и у меня получится готовая пинетка. Аналогично я сделаю на второй пинетке, чтобы они у меня были максимально одинаковые. Я надеюсь, что у вас получилось, было все понятно и интересно. Не забудьте лайкнуть. Спасибо, что оставались на моем канале. Всем хорошего настроения, ровных петель. Пока-пока.